У коронавируса внес изменения не только в ход богослужений в храмах, но и вообще в то, как совершаются таинства. Вот вы в ходе интернет-конференции со своими прихожанами говорили о том, что исповедаться можно по телефону или по скайпу. Причем у этой идеи среди ваших же коллег-священников много противников. Они говорят, что через интернет таинство совершать невозможно. Как быть верующим при вот таком расколе мнений? Когда я говорил о возможности исповеди по телефону, то я подчеркнул, что речь идет об исключительном случае. В воспоминаниях митрополита Вениамина Федченкова рассказывается такой случай. Во время февральской революции 1917 года губернатор Твери, который был глубоко верующим человеком, увидел, что его дом окружен толпой. Он понял, что его сейчас толпа растерзает. Он хотел перед смертью исповедоваться. Священника рядом не было. Он позвонил векарному епископу Арсению, и тот принял у него исповедь по телефону, и по телефону же прочитал разрешительную молитву. И буквально сразу же после этого толпа ворвалась в дом, и губернатор был убит. Поэтому прецеденты такие в истории существуют, но это мое частное мнение, которое я никому не навязываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!